В Стамбуле после шести лет судебного разбирательства суд приговорил бывшего начальника генштаба турецкой армии генерала Илькера Башбуга Еще более шестидесяти видных генералов, писателей и политиков к пожизненному заключению за попытку организации государственного переворота в 2003 году Из 275 членов ультранационалистической организации Эргенекон был оправдан лишь 21 Остальные из обвиняемых получили от 30 до 117 лет заключения У обвиняемых есть право на обжалование приговора Верховном суде Турции Этот процесс стал самым громким в Турции с начала 21 века Суровый приговор вызвал волну протестов Оппозиция назвала это дело охотой на ведьм, обвиняя власти в фальсификации Вертолет американских ВВС потерпел крушение в префектуре Окинава на юге Японии В результате катастрофы, по данным полиции, есть жертвы, однако их количество не уточняется Власти острова опасаются, что данное происшествие вызовет недовольство местных жителей Которые уже не раз жаловались на находящуюся поблизости американскую военную базу Сирийские повстанцы оказывают отчаянное сопротивление войскам верным президенту Только за последние сутки в результате боев погибло более 30 мирных жителей Гражданская война в Сирии вспыхнула после того, как по стране прокатились митинги с требованием добровольной отставки действующего президента Асада Соединенные Штаты продлили срок при остановке работы 19 своих посольств на Ближнем Востоке и на севере Африки до 10 августа Вслед за США свои посольства в ряде стран временно закрыли Великобритания, Германия, Франция и Канада Такое решение, как сообщалось, было принято из соображений безопасности По данным спецслужб, конец месяца Рамадана – время повышенной активности террористов Накануне Интерпол объявил глобальную тревогу из-за серии побегов из тюрем в Ираке, Ливии и Пакистане В организации которых подозревают боевиков Аль-Каиды Партия Народ Свободы провела митинг в поддержку обвиненного в налоговых махинациях экс-премьер-министра Сильвио Берлускони Несколько тысяч человек собрались перед резиденцией Берлускони в центре Рима На митинге выступил сам экс-премьер, заявивший о своей невиновности На прошлой неделе Кассационный суд страны признал политика виновным по делу корпорации Mediaset За налоговые махинации Берлускони приговорили к четырем годам заключения По амнистии срок сократили до года Продолжавшиеся несколько дней ливни практически парализовали жизнь одного из крупнейших городов Пакистана – Карачи Затоплены жилые дома, портовые сооружения Стихия унесла жизни по меньшей мере 14 человек Синоптики предупреждают о новых ливнях в Карачи и других частях Пакистана Новым аттракционом для парижан и многочисленных гостей французской столицы стал дирижабль Длина построенного в Германии летательного аппарата – 75 метров Это чуть больше, чем у аэробуса А380 Скорость – 90 км в час Кабина вмещает 12 пассажиров Пока дирижабль арендован до октября Но если эксперимент окажется финансово удачным Компания Airship Paris сможет купить новый дирижабль Кстати, стоимость билета на воздушный аттракцион от 250 до 650 евро В зависимости от маршрута Крупнейшую в истории страны подводную операцию проводят водолазы Дании В ней задействованы как военнослужащие, так и дайверы спасательных служб Их цель – поднять на поверхность остатки топлива с китайского грузового судна «Фу Шанхай» Затонувшего в Балтийском море неподалеку от датского острова Бронхайм 10 лет тому назад На его борту, кроме удобрений, находилось и более полутора тысяч тонн горючего Представляющего собой угрозу для окружающей среды Субтитры создавал DimaTorzok